У матросов нет запросов. Емельяновская администрация на этой неделе заставила обсуждать себя весь политический Красноярск. Глава района вынес предложение отобрать у местных депутатов право писать официальные запросы. И очень быстро его поддержали общественные слушания. Почему их решили провести в 10 утра рабочего дня с участием многочисленных сотрудников самой администрации? И почему оставить избранников закрытыми ртами решили именно в Емельяновском районе? Рассказывает Екатерина Кашутчик. Следующим шагом будет принятие монархии и объявление Емельяновского района княжества. Что делать будет в богатом княжестве простой люд, депутат Юлия Малинина говорит, остается только догадываться. Здесь администрация и в хорошие-то годы не спешила помогать тем, кто не при дворе, а на задворках. На мониторе таких историй одна за другой. Кому-то депутаты выбили соцобеспечение, кому-то положенную, но не выданную жилплощадь. И это через те самые запросы, которые теперь местная администрация решила заменить на формулировку «обращение», которое никого ни к чему не обязывает. Внесение изменений в устав обсудили на публичных слушаниях. Может, Иванов, Петров, Сидоров писать обращение, и вы в 30 дней напишите, вот, вы напишите, не вы конкретно, ну вот, в любой год служащий, особенно, ну вот, напишет, что хочет. И это не проверить никак. Вы просто, извините за выражение, закрываете свои зады. И все. Износимые изменения в устав не лишают депутатов права на получение в условном порядке информации. Если есть депутатский запрос, который должен исполнять, он должен исполнять, а обращение, понимаете, это совсем другое, это вероятная вещь. Просто поражает публичные слушания у нас. Пришла администрация, поднимет руки, и все это решится. Пришла администрация, и в несколько голосов перевесила слушания, рекомендовали принять предложение главы. Рыбок нет с головы. О нашей голове мы уже слагаем легенды. Многие ждут, не дождутся, когда все-таки краевая власть обратит на нас внимание и окажет нам содействие в смене нашего главы, у которого уже вся его администрация утопает в коррупции, а он этого просто либо не видит, либо не хочет видеть, либо не замечает. Либо сам в этом принимает самое активное участие, и поэтому его, в общем-то, все устраивает. Все устраивает, наверное, и тех, кто поддержал решение забрать право запроса. Правда, сделали это люди не совсем, потому что считают запросы ненужными. Вы просто поддержали позицию главы? Да. Поддержал. Вот понимаете, глава есть глава. И это руководитель района, и его надо поддерживать. Вот у нас в законодательном собрании края сколько единороссов. За чем тут это? Вот. И здесь так же, понимаете? Только в ЗС право на запрос сохраняется, и в Красноярском горсовете оно тоже есть. И закону это не противоречит. Это признают даже те, кто в Емельяново выступает за отмену запросов, ссылаясь на приведение местного закона в соответствии с федеральным. Во многих районах этого нет. Живут, работают, все нормально. Ну, а где-то есть и тоже нормально. Тоже нормально. Зачем нужно именно вносить изменения? Почему нельзя положить так же дальше? Понятно, весь устав меняется, все. Но почему это положение... Ну, так решили. Решили попробовать, пройдет или нет. На вопрос, зачем требовать менять то, что, по словам самих же инициаторов, можно и не менять, мы искали ответ в самой Емельяновской администрации. Но там и в вопросе, а на месте ли глава, не сошлись. Здесь ТВК у меня пришли. Так, сказали, нету, да, главы? Все понял. Нам нужен Эдуард Городович. А у него сейчас Координационный совет по предпринимательству. Нам уже сказали, что его нет. Ну, нет в кабинете. Номер телефона остается, я передам, может быть, не знаю, глава, если будет время с вами переговорить, пока такой возможности нет. Переговорить глава так и не смог. Пока ждали, листали новости о Емельяновской администрации за последний год. Против заместителя главы Емельяновской администрации возбудили уголовное дело из-за мошенничества с землей. Ущерб в полмиллиона. У Дрокинской горы жители Емельянова фиксируют незаконное раскапывание грунта. Сиротам раздали непригодные для проживания квартиры, потратив на это 25 миллионов рублей. Сотрудника Емельяновской администрации судят по статье «Халатность». Емельяновский чиновник потребовал у бизнесмена полмиллиона рублей за незаконную рекламу. Общероссийский народный фронт выступил с просьбой проверить незаконное использование земли в Емельяновском районе. Власти района выдали разрешение на строительство детского сада, угрожающего здоровью детей. И все это за один год. За это же время и не без депутатского запроса местные парламентарии узнали о финансовых нарушениях в администрации на 253 миллиона рублей. И эта цифра еще не потолок, говорят эксперты. Емельяновские земли давно называют сладкими, а вопрос их распределения не перестает быть криминальным. Неоднократно о таких схемах рассказывали новости ТВК. И тут, казалось бы, контроль депутатов был бы не лишним, но в администрации от него отказываются. Еще и добавляют, мол, эти депутаты неправильно свой запрос использовали. Вот эта логика может завести вообще очень далеко. Тогда можно сказать, а зачем вообще нужны депутаты? А зачем нужны выборы? Они мешают работать, они создают проблемы. Зачем можно эти проводить голосования? Давайте мы назначим навечно наместников, и они будут отчитываться только перед царем-батюшкой. Но мы это проходили уже в 16 веке, кончилось это великой смутой. В какую смуту сейчас погружается Емельяновское княжество, пока не ясно. К концу месяца депутаты должны сами себя лишить права запроса проголосовать за это. Так положено по закону. И в Совете, где из 23 депутатов, независимых от администрации, только шестеро, результат голосования кажется предопределенным. Екатерина Кашутик, Николай Чистяков, Павел Тюкавкин. Воскресные новости. Субтитры создавал DimaTorzok